всем добрый вечер спасибо кто пришел несмотря на грядущий праздник не будем тогда тратить время тема нас как видите женское лицо японского пост модерна но пост здесь взята за скобками насколько разговор у нас пойдет о японской поэзии и прозе 20 века ну и даже частично начала 21 вот ну что же приступим собственно вот тот временный приют о котором я говорил но можно назвать я не знаю вот серебряным веком если так можно выразиться в японской литературе вот если вы сравниваете условно золотым веком с эпохой хэйяна почему потому что вот по количеству авторов женщин которые оставили это количество значимых и знаковых литературных произведений вот японский серебряный век в принципе его можно сравнить именно с эпохой хэйяна и более того очень многие японские авторы женщины начале двадцатого века так или иначе обращались к куртуазной традиции эпохи хэйяна об этом же вот на это неоднократно обращали свое внимание многие выдающиеся японские и отечественные литературы веды историки историки филологи например академик долин также выдающийся отечественными панове это григорьевич это швили ныне более известные нам под псевдонимом борис акунин но тем не менее ну здесь чтобы не лезет словом в карман сейчас прочту небольшой отрывок из его предисловия к сборнику она новая японская проза вот эта книжка вот этот двухтомник он она новая японская проза вышла примерно 20 лет назад в издательстве иностранной литературы собственно вот что пишет григорий чертышвили в многовековом отчуждении японских женщин от литературного процесса была вопиющая несправедливость ибо как уже говорилось у истоков создания великой японской литературы стояли женщины изысканы и тонко чувствующие дамы эпохи хэйян 8 12 века ну соответственно нашей эры литераторы мужчины в ту пору демонстрируя ученых писали исключительно по-китайски честь первыми писать прозу на родном языке выпала женщинам именно они заложили основу главных японских прозаических жанров например дзюхицу то есть буквально следует за кистью то есть эсоистической литературы и романа очаровательные записки у изголовья оставленные фрейлиной сэйси он агон которая жила тысячу лет назад и монументальной 54-томнатной повести о принце генди созданной вдовой провинциального губернатора мурасаки сикибу входят в сокровищницу мировой литературы ничего равного по художественной ценности японскими прозаиками мужчинами создано так и не было не случайно и третий из национальных прозаических жанров ники дневниковой литературы был написан поэтом кино кино цура юки от лица женщины в хэйянскую эпоху это выглядело естественнее название эпохи хэйян означает мир и покой то действительно был период мира и стабильности приведших к рассвету искусств и впоследствии как водится к декадансу когда культ изящного и прекрасного то есть женственность начинает задавать тон в культуре закончилось разумеется также как во всех прочих подобных исторических ситуациях пришли варвары варвары только не чужестранное собственные свирепые вояки с провинции самураи забрали себе сначала земли и власть а потом подмяли под себя и культуру и женская линия в прозе на долгие века была вытеснена мужской рыцарскими эпопеями философскими трактатами и прочими мужскими забавными и собственно такая ситуация сохранялась до конца 19 века потому что как вы уже знаете в середине 19 века произошла реставрация мэйди началась массовая вестернизация тогдашней культуры общества и вообще всех сторон жизни и в литературу и в поэзию я не скажу что массово но все-таки хлынули очень многие талантливые авторы той поры оставившую нам слава богу огромное количество выдающихся произведений и здесь мы уже собственно переходим к этим авторам забегая вперед сразу хочу сказать что лекция будет структурирована по следующим направлениям поэзия потом проза поэзия начнется с традиционных японских жанров это танка и хайку потом мы перейдем к гендайсе то есть к поэзии новых форм к послевоенной японской поэзии а потом соответственно к прозе как начало 20 века так и современные и собственно об этой в этом авторе мы уже говорили на предыдущих лекциях но я не могу не начать наш разговор без упоминания юсана акика выдающаяся японская поэтесса жена выдающегося другого японского поэта юсана тэккана и ее сборник спутанные волосы который вышел в 1901 году но он произвел эффект такой вот разорвавшиеся бомбы потому что так откровенно говорить своей любви ну это надо было было очень сильным мужеством и акика безусловно ему обладала сейчас вот например одна из ее стихотворений она безусловно обладала этим мужеством и когда был поднят вопрос морали как бы вам не стыдно писать о таком своих любовных чувствах таких вот откровенных вещах но она как раз ослабилась на литературные памятники эпохи хояяна то есть собственно в данном случае сборник был революционным но в данном случае это было если так можно выразиться революция назад то есть она ссылалась вот как раз вот круто разную лирику то есть замечательной эпохи и сборник сборник как я уже сказал стал литературной сенсации его не стали запрещать но тем не менее детей убирали куда подальше чтобы они не дай бог не прочли что-то такого непристойного и впоследствии ее лирика и все ее труды очень сильно повлияли на последующих мастеров жанра речь идет конечно же о танка наследница ее если так можно выразиться вот замечательная японская поэтесса сайта фуми у нее довольно интересная судьба она выросла в семье тогдашней японской элиты ее отец был старшим пехотным офицером и что не менее важно ее отец также слагал стихи на досуге то есть в данном случае наверное свой поэтический дар она наследовала от отца и ее судьба во многом является отражением судьбы ее страны в двадцатом веке потому что в тридцать шестом году произошел знаменитый офицерский поч и ее отец был репрессирован как один из участников заговора и в буквально в одночасье сайта из представительницы тогдашней японской элиты превратилась в выражаясь советским термином в дочь врага народа что затем за этим последовало я думаю не надо говорить особенно учитывая тогдашний милитарист и милитарист и фашистских характер тогдашнего общества вот соответственно потом началась 2 японо-китайская война затем затем япония напала на америку потом массовым коврогом бомбардировки токио она была вынуждена с мужем с детьми уехать в эвакуацию их дом был разрушен во время бомбежки и и и лучшие свои работы она выпустила уже после войны как вы видите вот годы жизни 1909-2002 она прожила довольно таки долгую жизнь очень долгую очень насыщенную и так уж получилось что вот относительно такие какие-то несчастье не оставляли ее наверно всю жизнь потому что же потом шестидесятые семидесятые годы она была вынуждена ухаживать за больной матерью потом у нее парализовала мужа но в общем несчастье было много но она все это довольно таки стойко перенесла вот образец ее лирики сейчас еще что-то прочту вот из того что вошло в сборник женская поэзия япония который вышел относительно недавно в издательстве гиперион в 2018 году составитель и переводчица как раз вот скалова делюсь кин сейчас несколько стихов и прочту чтобы вы имели представление так вот это стихотворение всем видно или вы лучше зачитать ну все так то отлично вот еще несколько ее танка удерживая на ладони тень воздушного шарика не разбирая дорог бегу все дальше и дальше куда и сама не знаю иду распространяя вокруг печальный человеческий запах как-то стыдно его в этой лесной глуши тысяч несколько таких вот интересных танка так ну а танка мы переходим к хайку вот госпожа судьи ты прожила относительно короткую жизнь и ее судьба также вот является своеобразным отражением той эпохи потому что вопреки воли так родители вопреки вот на тот момент еще каким-то принятым установкам она вышла замуж не за человек там условно хорошей семьи за бедного художника она рассчитывала на то что возможно у них будет такой вот творческий союз но бедный художник очень быстро получил место учителя рисования провинциальной школе и он предпочел каким-то модернистским экспериментом простую тихую непыльную работу ну вот и госпожа сугита считается одной из лучших поэтесс творивших как раз вот жанре хайку в двадцатом веке она состояла в обществе хата тоги сук вот горная кукушка которая основала еще выдающийся мастер хайку масаока сики но в второй половине тридцатых годов она очень сильно разругалась с если так можно выразиться с адептами этой самой горной кукушки и была по факту изгнана из вот этого объединения из-за слишком фривольных по мнению тогдашних признанных мастеров за слишком фривольные сочинения лучшее и произведение были опубликованы в посмертном сборнике уже как вы видите после войны вот несколько и и стихотворений обратите внимание на первую на первое стихотворение здесь идет отсылка к ипсеновскому ипсеновской пьесе вот мы видим с днем и разочарование той судьбой которую она выбрала и вот эту грусть и отчаяние в которой оказалось вот вот этот рустиши и которые мы видим ниже это вот как раз вот одно из тех стихотворений за которого ее изгнали из объединения как как посчитали мастера она слишком фривольная для столь консервативного жанра сейчас еще могу зачитать несколько несколько стихотворений которые вышли в перевод здесь скаловой делюзкиной к сожалению всего этого было переведено очень 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 мало так что по факту вот по крупицам приходится мы не забыл еще важную вещь сказать они с мужем также приняли христианство в начале двадцатых годов то есть вот как бы вот ее судьба это вот последовательная такая биография человека эпохи модерна то есть который шел вопреки тогдашним социальным стереотипом вот например одно из ее вот христианских хайку если так можно выразиться библию читаю как одиноко цветы и дождь или или вот лежу на посты стенку глядя долгие ночи или вот в этом трех стишей выразился желание обрести благожданную свободу кукушка в горах эхо гуляет всюду где пожелает очень тонкая лика на мой взгляд так вот традиционных жанров мы переходим к более современными если так можно выразиться гандаси одна из выдающих мастеров жанра гандаси то есть от поэзии новых форм госпожа и бараги прожила она как видите довольно таки долгую жизнь получается 80 лет причем творила она до глубокой старости так например ее поэтический сборник который вышел в 1999 году стал своеобразным бестселлером разошелся тиражом 150 тысяч экземпляров что кстати для сборника поэзии полно впечатляющая цифра вот как поэт она дебютировала в уже после войны в 1950 году вот одно из ее стихотворений здесь видно что написано не надо читать лучше зачитать несколько строк когда я одна шумно когда я и одна я шумно как сказочный лес шумно сны лопаются как почки лезут нехорошие мысли и для львейсами мухоморами когда я одна я шумно шумно как морская волна как водная гладь сильно штормит штормит по ночам а в погожие дни кладет ракушку на песок когда я одна я шумно но клянусь не побеждена когда я одна я грустно а с ней мне вдвойне грустней а если в толпе стою я деды градирую мой милый где-то сейчас не знаю но когда ты один ты шумишь так что мне не снилось встречи мне сделай милость вот она сыграла довольно таки заметно да они судя по всему был действительно без знаков припинания потому что здесь очень сильное влияние как я понимаю вот таких вот воинствующих авангардистов которые пошли след за неси ваки то есть у японских сюрреалистов там например тоже очень часто не было знаков припинания там не вообще ничего не было просто такого сплошной текста если вы вспомните модернистские эксперименты двадцатых годов там периодически даже особого смысла не было просто какие-то математические формулы закорючки еще что-то и собственно собственно поэзия гендайсе то есть послевоенная поэзия она как раз передавала вот то смятение тот абсурд ту жестокость жизни которая была на тот момент распространена потому что напомню она дебютировала в 50-м году вот всего пять лет прошло с момента качания войны япония все еще находится в войнах она все еще пытается оправиться в 50-м же году началась война в корее благодаря которой япония смогла вырваться как-то из этого хаоса за счет интендантских заказов и инвестиций со стороны соединенных штатов и в общем время было тяжелым и вдобавок ко всему вот тот шок который испытала страна от поражения ну я даже не знаю с чем вот это можно сравнить потому что это действительно произошел такой колоссальный слом сознания потому что вот наверное вот не знаю наверное стоит немножко рассказать просто про историческую эпоху в которой все это происходило потому что вслед за относительно быстро реконструкции последовало экономическое чудо но экономическое чудо но не принесло не знаю чего-то такого тонкого изящного она не принесло каких-то вот таких вот новых глубин потому что вот если мы посмотрим не знаю до поэзии там десятых двадцатых до даже начала тридцатых годов люди они еще не знаю на что-то надеялись здесь уже пришло время скуки если так можно выразиться как говорил бродский по хвалю скуки вот здесь вот пришло время вот этой самой скуки и так или иначе но очень многие авторы пытались как-то вот по-своему все это преодолеть как-то выразить не знаю я не буду говорить свое несогласие но свой резонанс наверное вот с этой вот эпоха которая наступила потому что вот то поколение поэтесс это яркое поколение их детство отрочество юность пришлось на военные годы на период разрухи и послевоенного вот этого вот отчаяния и потом они видели как на глазах страна преобразовалась стал такой вот экономической сверхдержавой все стало абсолютно по-другому и по факту этот шок можно сравнить наверное с тем которые испытали люди времена эпохи мэйди когда вот ты еще видишь ты еще помнишь старую страну которая жила при феодальном режиме и тут на твоих глазах все жестко преобразуется меняется трансформируется и очень сложно адаптироваться к этой эпохе и одной из возможностей выразить вот этот вопль который у тебя внутренне накопился это вот как раз вот в творчестве так вот одна из лучших поэтесс гэндайси исига кирин вот ее судьба это как раз вот судьба такой образцово показательной японки второй половины двадцатого века потому что всю свою жизнь она проработала в банке она была банковском клерком служащий то есть прожила тихую спокойную жизнь но при этом это не мешало ей писать действительно если так можно выразиться гениальные стихи собственно александр долин так пишет про женскую лирику второй половины двадцатого века по сравнению с мужской поэзии послевоенного поколения женской в основном безусловно тоньше лиричный и человечный в ней сравнительно редко присутствует многослойные трудно читаемые абстракции столь типичный для экстремальных авторов 60-х 80-х годов гуманный взгляд на мир и глубинное романтическое самоощущение присуще женской музе ну сейчас вот поставлю вот одно из ее стихотворение в качестве такого фонового стихотворения и прочту еще два которые перевел александр долин и так вот например стихотворение собирая полевые цветы вот написано было в начале 80-х годов 50 лет минуло с тех пор и были дни когда дома вокруг горели в пламени войны а затем как приметы экономического процветания здесь расцвели как цветы огромные билдинги я ушла на пенсию когда было положено наверное сейчас уже не осталось таких компаний что принимают девочек прямо со школьной скамьи женщин придирчиво опрашивают определяя их рыночную стоимость и находя им подходящую должность женщины цветут соревнуясь друг с другом но настали дни когда они уже не могут быть полевимы цветами такое вот очень суровое стихотворение наверное но частично вот является ответом на ваш вопрос или вот стихотворение в публичной бане в токио в публичной бане цена за вход 9 19 йен так что если платишь 20 дает одну йену сдача у женщины в жизни мало времени в запасе и чтобы понять это ей не нужна 1 йена женщины берут сдачу но положить ее некуда и вот они бросают монетки в тазик спасти ружкой 1 йеновая монетка не содержит столько огорчений как 1000 йеновая банкнота нет на ней греха как банкноте стоимостью в 10 тысяч 1 йеновые монетки в шайках и тела здоровых обнаженных женщин вот такие вот интересные образования но думаю не надо комментировать почему ее считают одной из главных японских поэты с второй половины двадцатого века творивших в жанре гэндайси сейчас мы переместимся снова к жанру танка до речь нас пойдет о наши сами современницы его товаре мать и почему возвращаемся снова к жанру танку наверное все обусловлено тема если так можно выразиться вопиющим успехом его сборника именины салата который вышел в восемьдесят седьмом году и стал таким национальным бестселлером потом уже на основе этого сборника танка сняли сериал да такое тоже возможно ну вот она стала не знаю даже не гипер мега сверх популярной писательницей более того у нее появилась целая армия фанатов фанаток она попросила присылать свои танка и даже составил антологию таких танка что удивительно всего тысячи лет назад такой привилегии то есть объявлять условно говоря конкурс на создание сборников танка такой привилегии обладал лишь император но вот в наши дни вот товара мати современные наш переводчик и японовед товарищ коваленин вот собственно он автор перевода этого сборника это один из немногих современных японских поэтических сборников который переведен целиком вот просто вот со всеми потрохами ну вот вот что пишут о ее творчество при всех трансформациях неизменным оставалось требование недосказанности избыточности чувства если впереди шла жизнь материальная менялся язык то само это требование над чувство так и осталось отличить отличительной чертой японского понимания прекрасного и танка товара мати это по-прежнему танка собственно вот парочку примеров поэтические откровения молодой школьной учительницы принимают принимаются читать лиминура после того как специально для товара создают две еженедельные телевизионные передачи собственно то о чем и говорил она в ходе список самых популярных людей японии 1987 года собственно нельзя не согласиться с товарищем ковалениным сейчас еще несколько танка которые вошли в этот сборник я сейчас зачитаю вот например воспоминанием так и оставлено вмятина соломенной шляпе суббота и снова я жду тебя ожидание хлеб каким жива только женщина перезвони мне жди твои слова о любви вечно звучат приказами на твое все в порядке не поняв что в порядке киваю ну и пусть непонятно лишь бы весело было если ты так не можешь кто ты ну собственно наверное ее успех можно сравнить если говорить о современной русской литературе наверно только с успехом вера полосковой ну и в принципе тематика тем у них примерно похожи вот только товара мать было раньше лет на двадцать ну почему бы нет и так здесь мы переходим к прозе здесь я не могу не вспомнить о выдающейся японской писательницы будите и конечно же она жила в конце 19 века но начиная разговоры прозе японских женщин 20 21 веков я не могу и не назвать ее имя и фамилию и как видите ее заслуги перед отечеством ну вот отразилась вот такой вот символической форме ее портрет сейчас красуется на сигнации в 5000 йен и собственно эти темы которые она затронула в своих произведениях ну они так или иначе стали одним из центральных в творчестве очень многих японских писателей двадцатого и двадцать первого веков здесь опять-таки положение женщины в тогдашнем вот современные ей японском обществе право женщина элементарную любовь на уважение то есть или такая замечательная тема например как школа то есть на эти темы написаны десятки там сотни может быть даже тысячи произведений они стали вот центральными и одна из самых интересных тем конечно же это мезальянс то есть возможно ли какие-то гармоничные отношения для людей из принципиально разных сословий семей для людей которые абсолютно не похожи друг на друга вот например в гениальном рассказе 13 ночь нам как раз показывается невозможность такой гармонии когда девушка из простой семьи когда она выходит замуж за тогдашнего представителя прогрессивной молодежи за представитель тогдашней элиты и вот та сказка которая рисуется нам поначалу она в итоге оборачивается адом для главной героини и что примечательно нам показывана нам показана не жертва нам показан человек который готов бороться за свои права потому что она приходит к своим родителям говорит я ухожу от своего мужа я не могу больше с ним жить вот и все у меня не уважает то есть можете себе представить как выглядело подобное поведение в конце 19 века в японии даже сейчас для вот нынешней японии ее поведение но мягко говоря не типично в 1898 году как вы понимаете хиготи не дожила до до этого года был принят семейный кодекс и по нему женщина практически лишалась вот в семье практически всех прав то есть она не могла покинуть свою семью без благословения там мужа отца старшего брата не могла вступать брак без благословения то есть это было я бы сказал крайне антифеминистки и семейный кодекс по большей части вот он был отменен уже только после окончания второй мировой войны но опять-таки как-то более или менее либерализовать вот это вот семейное законодательство тоже удалось только после поражения японии во второй мировой войне когда была проведена демократизация страны и опять-таки уже только после войны например было отменено такое явление как проституция потому что до этого еще существовали веселые кварталы очень часто бедные семьи продавали своих несчастных девочек в ра вот такой вот сексуальный рапс такие веселые кварталы ну со всеми вытекающими сейчас конечно же в японии это явление также существует замаскированном виде но формально это очень тяжкое уголовное преступление там за которое полагается довольно суровое наказание и здесь мы переходим к другой японской писательницы вот заранее прошу прощения тут кто-то вошел кто-то не вошел в данную презентацию но в данном случае невозможно бить необъятного это продолжение темы нашей предыдущей лекции вот когда я рассказывал про пролетарскую литературу ну в советском союзе ее творчество всячески популяризовалась из-за того что она была полагетом метода под названием соцреализм японской литературе более того ее муж был главой компартии японии ну и она полностью разделяла взгляды своего мужа данном случае у них разногласий не было и она побывала в советском союзе пришла в восторг хотя не понимаю что она там увидела потому что был начали конец двадцатых начала тридцатых годов но тем не менее пришла восторг от тогдашнего советского общества и но тем не менее никто на некоторые ее вещи все-таки стоит обратить внимание так в 1924 году она выпускает такой модернистский роман на быку частично автобиографически в нем рассказывается о судьбе японской женщины которая опять-таки вопреки тогдашним стереотипам выходит замуж за бедного молодого человека как оказалось довольно перспективного но этот они уезжают в соединенные штаты ну тоже такая довольно распространенный прием для литературы этой эпохи там если вспомнить например роман и ресима так его там женщина там главный героиня также едет в соединенные штаты вот но что удивительно вы их прак оказался не счастливым потому что ее драгоценный муж что он предпочел правильно старую добрую стабильность каким-то там дернистским экзорсисом и в итоге брак распадается потом впоследствии вышли продолжение этого романа там главные героини оказывается в советском союзе осознают всю правильность пролетарской борьбы и прочая хрень извините но вот творчество писательницы было посвящено огромное количество статей в советском непонаведении ее творчество показывалось как образец правильного правильной литературы потому что соцреализм как известный единственный нормальный метод который работает по советскому литературоведению но еще раз повторюсь пролетарская литература по факту она была тоже одно одним из направлений и японского модерна потому что это было также реакции на то что тогда происходило в японском обществе напомню в 30-40-е годы это фашизация это милитаризм репрессия сама миэмото в районе двух лет просидела в японской тюрьме но тем не менее не отреклась от своих коммунистических убеждений если так можно выразиться вот вот замечательная японская писательница ныне практически забыты как видите прожила на довольно таки долго пережив и эпоху модерна и застав уже эпоху постмодерна вот госпожа ногами когда говорят про учеников на сумме сосеки обычно вспоминает аку тагао вот ногами как правило забывают но она была одной из учениц вот классика японской литературы помимо аку тагао и дебютировала в литературе довольно рано в 1907 году как вы видите если взглянуть на годы ее жизни здесь на годы ее жизни пришлось и япон 1 японо-китайская русско-японская война две мировые войны поражение японии во второй мировой войне последующее экономическое чудо и конец и наконец середины восьмидесятых экономика мыльного пузыря когда японская экономика достигла апофеоза в своем развитии потому что никогда до и пока что никогда после японская экономика не избиралась так высоко в экономическом плане на русский язык насколько мне известно было переведено несколько ее рассказов и наверное главное ее произведение вот этот вот двухтомник под названием лабиринт творческий замысел этого романа был довольно таки амбициозным она хотела показать во всей красе жизнь японской интеллигенции вот как раз вперед тьмы и мрака то есть это тридцатые годы и сороковые годы и получается первый том точнее даже первые главы первого тома вышли как раз в конце тридцатых годов впоследствии она продолжала работу над этим романом особенно кстати впечатляют впечатляет второй том она не была на войне то есть она физически не участвовала например в боях в китае но она она просила огромное количество ветеранов второй японо-китайской войны и и вот например батальные сцены выглядят но практически документально то есть она тщательно набирала материал и пыталась показать во всей красе вот те процессы которые происходили среди японской интеллигенции там есть и скажем так вот леваки которые были леваками потому что это было модно и которых стоило там два часа подержать полицейском участке они тут же каялись отрекались от всего и бежали с повинной вот были и условные коллаборационисты которые там которые не применяли свои убеждения условную пайку были те кто пытался сопротивляться и в конце концов были те кто просто так или иначе становились вот орудиями в руках этого самого режима там например одного из героев как раз забирают в армию он становится фаражером что значит фаражером то есть его части бродит по китайским деревням и отбирает продовольствие то есть что потом происходит местными жителями я думаю вы можете себе представить потому что вот проходит японская часть даже если не физически никого не вырезают они просто отбирают все продовольствие ну а дальше уж как говорится жевать как знаете вот то есть так или иначе вот мы видим что как из такого типичного японского интеллигента сделали мягко говоря палача хотя он там физически особо то никого и не убивал вот роман был напечатан советском союзе в начале 60-х годов настроен в виде такого вот двухтомника с такой немножко концептуальной обложкой вот с тех пор насколько я знаю ее произведение не переиздавались но на данный момент это считается вот одно из главных ее произведений которые по эпичности вот по историю потому историческому полотно его можно поставить наверное в один ряд с мелким снегом тоницзаки вот но ясное дело не надо сравнивать масштабы талантов потому что здесь как бы вот такой немножко грубый грубый реализм а у тоницзаки он все-таки оставался эстетом во всем что делал вот вот как то так еще одна полузабытая японская писательница которую у нас не переиздавали уже 50 лет вот хаяси фамико частично вот ее биография также является отражением той бурной эпохи потому что писательница была одним из таких вот неприкаянных гениев японского позднего модерна она очень долго скиталась по стране была знакома практически со всей тогдашней литературной тусовкой сейчас например покажу вот собственно обложка советского сборника и рассказов это единственная книга которая была опубликована на русском языке к сожалению и вот посмотрите справа это фото с ее похорон обратили внимание на человека кимоно справа правильно все правильно так и есть собственно он пришел на ее похороны он был насколько мне известно ее другом и ее смерть но стало большим ударом для тогдашней литературной жизни страны и ее творчество это оно как раз отразило метание японских женщин которые скажем так не хотели быть похожими на всех по тогдашней стране и главный ее роман как раз вышел в год ее смерти прожила она довольно мало как видите особенно если сравнивать госпожой ногами которая прожила целый век вот вышла в пятьдесят первом году роман 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 этот назывался плывущее облако дебютировала она еще в 1930 году романом скитальца так или иначе но ее жизнь и судьба это как раз тоже вот отражение той бурной эпохи и той жесткой судьбы который наверное была типична для представителей модерн вот этой эпохи так ну вот эта писательница я думаю знают все во всяком случае слышали потому что ее больше переводили на русский язык вот и и вот обложки ее книг вот цитадели была издана точнее переиздана относительно недавно вот еще роман маски например вот тоже довольно яркая судьба госпожи энте она лауреат практически всех японских высших литературных наград тоже довольно интересная судьба у нее потому что после войны мне она пережила рак то есть было на грани в этой жизни и смерти каким-то чудом и удалось излечиться от него и она буквально ворвалась в литературу в пятидесятые годы ее роман цитадель который очень похож на семейную хронику он является частично автобиографическим ну точнее он отображает биографию ее семьи потому что она по факту описывает вот то как жил ее дед как отец ее жил и то какие нравы творились в японии вот получается в эпоху мэйди по которой так ностальгировали там в те же там пятидесятые шестидесятые годы когда массово писались такая вот трешовая билетристика например роман цитадель начинается с довольно страшной сцены не физически а морально главная героиня приезжает в токио по поручению своего мужа задача следующая выбрать для него вторую жену то есть вот такие вот нравы были человек послал свою дорогую первую супругу в столицу чтобы то подобрала вторую жену для него вот так потом примерно таким же способом выбирают жену для их слабоумного сына но и папаша не долго думая тоже начинает ей пользоваться потом выбирают третью жену и пошло-поехало в общем замечательная эпоха по которой так и хочется ностальгировать саркастически выражаясь и это вот если кратко пересказывать сюжет и в этом романе она как раз вот показывает те модели сопротивления которые так или иначе выбирали для себя японские женщины в ту вот действительно вот страшную для них эпоху вот главная героиня она ни одного слова наперекор своему мужу не говорит но ее молчание это с какой скрупулезностью тщательностью она все это выполняет то как стойко на себя ведет мы видим что в данном случае женские персонажи вот женские образы которые выведены в романе они намного ярче сильнее вот этих подчас действительно страшных мужских персонажей которые мы видим и если так можно выразиться роман очень феминистки так ну продолжим дальше так дочь выдающегося японского писателя саму дадзая здесь вот она собственно печаталась под родовой фамилией своей семьи цусима она была его младшей дочь дочерью то есть вот буквально через год ее отец как известно покончил собой бросившись водосборник со своей любовницей вероятнее всего литературный дар она как раз унаследовала от своего отца и возможно даже вот эти несчастья которые преследовали во второй половине жизни не знаю это какой-то суровая ухмылка бога и литературы на русский язык и переведен ее роман смеющийся волк он недавно выходил в издательстве гипери он умерла она как видите относительно недавно тоже вот у нее была тяжелая судьба потому что уже в зрелом возрасте она пережила смерть своего ребенка после этого не произошел психический надлом который по факту разделил ее жизнь на до и после и но тем не менее это как-то вот не знаю что ли положительно сказалось на ее творчестве потому что она попыталась преодолеть последствия вот этой психологической травмы своей творчеством своей аутотерапии то есть по факту она даже частично повторила судьбу своего отца который постоянно страдал описывал свои страдания свои травмы в том что делал ну куда же без нее здесь уже у нас речь пойдет о массовой литературе собственно банана ясимота ее успех можно сравнить с успехом вот как раз товара мать то есть более того они там она напечатала свой знаменитый роман кухни там буквально разница и всего год вот но тем не менее про нее нельзя не сказать потому что вот ее роман кухни последующие произведения но стали действительно такими очень мощными мощным таким литературным событием в японской жизни потому что неожиданно для себя она там буквально в одной части проснулась знаменитые миллионные тиражи споры в серьезных литературо-ведических кругах считать ли то что она пишет как бы вот нормальной литературой высокой литературой или же все-таки это трэш но кстати они вот эти споры до сих пор не утихают но тем не менее она остается вот одно из самых таких вот продаваемых японских авторов и в японии и за рубежом более того восьмидесятые годы вот и начало 90-х называют ну условно эпохой мураками ясимото или мураками банана вот так вот так примерно и собственно на здесь сделано большое отступление собственно на вторую половину 20 века приходится вот массовый приток женщин писательниц в литературу как в высокую так и в массу то есть помимо вот условно качественный высокая литература есть еще и на количество других жанров то есть например детективы огромное количество японских писательницы пишут детективы причем довольно таки качественные очень много то что называется любовные романы туда тоже поток авторов которые пишут в этом жанре но что еще удивительнее очень много писательниц которые еще по совместительству работают в жанре драматургии например то есть это явление которое было вот по факту не мыслимо например и не знаю там скажем в 17 веке то есть все авторы драматурги они были вот поголовно мужчинами и вот в 20 веке появляются первые японские драматургши если так можно выразиться вот об одной из них мы поговорим чуть попозже так но это вот что касается трэша вот что касается скажем так калитарной литературы и что очень важно размываются границы не только вот гендерные но и границы языковые вот ярким примером размывания этих языковых границ является творчество японской писательницы йоката вады на русский язык у нее переведен всего один рассказ собачьей невесты и книжка подострительные пассажиры ночных поездов который вот вышел в издательстве азбука сейчас вот он ваш вот эта книжка в переводе академика мещерякова александра мещерякова вошел в лонглист премии ясная поляна как вот лучшие переводные книги за последние годы то есть ни много ни мало и вот где-то три недели назад в москве была конференция истории культуры японии вот мне удалось поговорить с знаменитым японским словистым литературоведом нумана мациёсчей и он мне сказал по секрету что ее катавада она у нее больше шансов получить нобелевскую премию от японии чем скажем умраками так получилось что она лауреат практически всех японских и немецких высших литературных наград она пишет одновременно и на японском и на немецком языках уже долго года она живет в германии первые немецкие книжки вышли в 90 при этом она активно продолжает пользоваться своим родным сколько к японским языком и она все еще считается действительно японской писательницы ну она еще относительно молодая дама и думаю еще если проживет лет 20-30 вполне возможно даже получит долгожданную нобелевскую премию во всяком случае словам на манна сена можно верить и в продолжении вот этих вот размытых границ когда размываются границы жанров гендеров языков и всего прочего вот японская писательница корейского происхождения юмири она лауреат премии кисиды то есть это высшая литературная награда за произведение написано в жанре драматургии плюс ко всему у нее еще активе премия кутагавы как бы тоже вот очень важная награда вот ее биография ее судьба но это отображение уже наши с вами вот современной эпохи она потомок корейских рабочих которые остались в японии после второй мировой войны и и отец по тому что они пишут судя по всему не умел читать и писать по японски то есть вот но при этом она сама превосходно знает японский язык и тему ее творчества во всяком случае на начальном его этапе это как раз вот судьба корейской общины в современной японии потому что она все еще остается крайне таком вот дискриминированном виде потому что напомню население японии оно крайне гомогенно подавляющее большинство населения 97 98 процентов это этнические японцы и корейцы которых там в районе полумиллиона является дискриминированным национальным меньшинством у юмери кстати нету японского паспорта у нее южнокорейский паспорт что примечательно но все свои произведения она пишет на японском языке то есть она лауреат японских высших литературных наград то есть чей писательницы и считать вопрос если по паспорту она гражданка республики корея но по языку она стопроцентная японка вот так ее пьеса выходила в антологии современной японской драматургии как вот рыбный праздник минут вата пьеса которая завоевала премию кисида также на русский язык на русском языке выходил и роман золотая лихорадка как раз вот в издательстве гиперион в рамках переводческого проекта также ее рассказ был включен в антологию вот он она современная японская проза которые составили совместно григорьевич картошвили и как раз вот нумана сан вот и подводя итог наш моей немножко сумбурной лекции что еще могу сказать ну опять-таки процитирую немножко вступительную статью но мана сану который как раз вот писал о том что в конце 20 начале 21 веков очень сильно размылись вот рамки что касается там языка гендерных ролей литературы то есть мы видим что мы видим что женщина в японии несмотря на несмотря на то что это все еще остается довольно консервативная страна вот в плане своей гендерной политики что они более мускулизируется а мужчины более феминизируется то есть но мана сан даже написал по-русски я уже не помню до более бабскими становятся но ему можно вот вот что пишет об этом времени григорьевич картошвили блаженная бессобытильность или как писали критики советских времен бестемия становится главным содержанием японской прозы затухание социально-политических колебаний неминуемо влечет за собой еще один термин из прежних времен стирание граней между полами вот как раз то о чем я говорил надо было все читать феминизацию мужчин о чем пишет своем эссе нумана и маскулинизацию женщин истинные мужские достоинства защищать и вкалывать в новой японской реальности оказывается невостребованными мужчина перестал быть необходимым фактором существования семьи социально устроенным обществе можно отлично прожить и будучи чем одиночкой даже еще и забот меньше карьеру японской женщине пока сделать трудновато но это исключительно из-за предрассудков нынешних менеджеров людей прежнего поколения которым скоро пора на пенсию придет новая генерация руководителей и все переменится никаких реальных причин для того чтобы отдавать первенство работникам мужчинам японии больше нет если конечно работник женщина готова пожертвовать полноценной семейной жизнью ради карьеры сейчас японии разворачивает разворачивается настоящий ренессанс женской культуры так долго пребывавший в подавленном состоянии литература как самая чуткая из искусств первой отразила эту тенденцию свидетельство тому дальше пишет наша антология как раз вот она на современная женская проза ну вот собственно на этой оптимистической ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию а но а а а Спасибо.